МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит на транспортных путях. К сожалению, испытывает очень серьезные проблемы и сложности. И с развитием социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, водоснабжения и так далее. Есть перечень вопросов, есть ряд социальных объектов, требующих очень серьезной модернизации. Мы должны были с вами обсудить и выявить первоначальные самые основные проблемы. Правильно? В дальнейшем вопрос строительства цементного завода – это возможный источник средств на решение этих проблем. По мнению экспертов, строительство промышленной площадки повлечет положительный экономический эффект в виде отчисления дополнительных налогов и создания около 400 новых рабочих мест. Проблема заключается в том, что жители некоторых населенных пунктов не пришли к единому мнению, а некоторые и вовсе к новостройке настроены отрицательно. Я смотрела, кто присутствует здесь. 0,5% – это местное население. Остальные, я не знаю, кто такие. Дачники? Дачники, приезжие, там сингелей или откуда, или что-то говорили, селикатного, беженцы. Я думаю, что люди высказываются против, потому что они как бы не задумываются о дальнейшем существовании нашего поселения. Вот конкретно говоря о жителях Ясашной Ташлы. В основном все против – это люди, которые уже на пенсии, и в принципе о будущем они уже не переживают, потому что они и дальше будут жить в Ясашной Ташле, получать пенсию, ну и как бы им будет на что существовать. Как уверяет председатель экологической палаты Александр Брагин, повода для беспокойства с экологической точки зрения нет. Кроме того, на сегодняшний день не определен участок под строительство завода. Строительство предприятий – это пока еще возможность для Теренгульского района. И это абсолютно не факт. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что он будет строиться здесь, здесь или здесь, как я уже говорил и на сходах, и однозначно, место вообще не определено и не фиксировано. И это право было предоставлено Теренгульскому району первому разместить такого налогоплательщика у себя. А пока главы трех муниципальных образований региона выдвинули предложение по размещению завода на их территория. Эльвира Зямалова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.